Всех рада приветствовать на своем канале. В этом видео обзор сладких новогодних подарков из магазина Лента и магазина Магнит. Если вам интересно, оставайтесь вместе со мной. Первый магазин, в который я заклинула, это был магазин Магнит. И начну я, пожалуй, с популярного беспроигрышного варианта. Это подарок Kinder Surprise. Он представлен в виде сладкого набора и мягкой игрушки. Показываю вам состав данного подарка, что входит в него, какое количество. И вот такие милые мягкие игрушки. Здесь есть олень, медведь и, конечно же, тигр. Стоимость такого подарка 679 рублей. Также есть уже, наверное, традиционные подарки ММД в форме письма. Здесь 256 грамм. Стоимость 199 рублей. И второй вариант, это коробка в форме колокольчика. Стоимость 269 рублей. И покажу вам сейчас, что входит в подарочный набор. Какие шоколадные батончики. Милки Уэй. Стоимость 249 рублей. Здесь есть QR-код. Он такой, знаете, популярный. Уже на многих подарках. То есть благодаря нему можно попасть в какую-то викторину или пройти нужно будет какую-то игру. Вот здесь написано, что здесь в данном случае разгадайте тайны космоса вместе с Дедом Морозом. В общем, это такое практически встречается уже на каждой подарочной коробке. Выполнен в форме чемоданчика. Следующий подарок Аленка. Выполнен в форме конфеты. Мне кажется, это тоже уже, знаете, такая классика новогодняя. Набор кондитерских изделий. Здесь 301 грамм. И ассортимент. Можете видеть на экране. Если нужно, вам можете заскринить. Красный октябрь. Особенно мне нравится коробка, как выполнена в таком, знаете, старинном каком-то стиле. 399. 99, ну, в общем, 400 рублей получается. Стоит данный набор. Ассортимент. Показываю. Ну, это, можно сказать, не очень-то и дорого. 400 рублей. Следующий подарочный набор выполнен в форме домика. Здесь объединение кондитеров. Здесь популярные российские марки. По крайней мере, мне они знакомы. Редфронт. Красный октябрь. Здесь масса 500 грамм. Есть также мягкие рюкзачки. с конфетами внутри. И изготовитель данного подарка. Это кондитера Кубани. Я первый раз услышал эту торговую марку, поэтому могу сказать, какой-то свой отзыв. Напишите, если пробовали конфеты этой торговой марки. Интересно, понравились они вам или нет. Также есть наличие печенья. Оно стоит 65 рублей. Называется печенье-искушение. Производство Санкт-Петербург. Ну и классика. Конфеты в бутылке. И вот такой сладкий подарок. Фортелло. Набор кондитерских изделий. Стоимость около 200 рублей. Но стоимость обусловлена тем, что здесь в наборе практически одни чуба-чубсы. Очень понравилась мне коробка данного подарка. Также Кубани. Кондитеры Кубани. Изготовитель. Еще одна классика. Звездочка от Киндер. Киндер сюрприза, мне все хочется сказать. Мне кажется, это вообще беспроигрышный вариант. Также в магазине есть леденцы в виде трости. Но, к сожалению, практически через один они уже все были надломлены. Есть также круглые леденцы. Но, если вам действительно нужны леденцы, я не знаю, может быть для фотосессии, либо для каких-то других целей, обязательно загляните в магазин Моди. У меня на канале есть уже обзор данного магазина. Там просто потрясающие леденцы разных форм. И они невероятно красивые. Поэтому, да, обязательно переходите, смотрите. Ссылка будет в Nefobox. Ну и я уже показываю вам следующий новогодний подарок. Стоимость 400 рублей. Набор кондитерских изделий. Кормушка. Здесь предлагается сделать новогоднее кафе для птиц. Такой интересный вариант для творческих родителей в том числе. Есть небольшие подарки. Стоимость около 100 рублей. И на коробке указано, что это специально для сети магнит. Выполнено. 150 грамм. Стоимость. Следующий подарок. С Новым годом. И здесь уже другой производитель. Это город Курск. Новогодний подарок. Дивная ночь. Стараюсь на каждом подарке показывать вам состав. Чтобы было более информативно. И посмотрите, какая находка. Потрясающий, мне кажется. Пряничный домик. Стоимость около 800 рублей. Но он действительно, мне кажется, стоит каждый свой рубль. Наверное, красивый производитель Германии. Насколько я поняла, что здесь уже готовые пряники. Может быть, я ошибаюсь. Напишите мне. Я не особый знаток пряничных домиков. В общем, и затем их нужно склеить. И получится вот такая красота. Вот такой набор мне очень понравился. Кондитерский. От ММДМС. Особенно мне понравился пазл внутри. Красивый, яркий, новогодний. И стоимость данного набора. Сейчас посмотрим. Стоимость 379.99. 380 рублей. Да, он уже будет подороже. Но мне кажется, это тоже такой хороший вариант. Большая плитка от Киндера. Здесь получается 300 грамм. И стоимость 399. Также 400 рублей. Еще несколько наборов от Барни. Здесь в составе мягкая игрушка и кондитерские изделия. Масса 120 грамм. Соответственно, основную часть подарка занимает мягкая игрушка. Но мне кажется, для тех, кто любит Барни, детишек, это будет такой прекрасный подарок. Есть также Барни объемом побольше. Вот в таких круглых банках. Здесь уже больше вес. Есть небольшие подарочные наборы с Мишкой Барни. С шоколадной и молочной начинкой. Здесь 90 грамм. Такой небольшой презент. Показываю вам стоимость в зависимости от объема подарков. И здесь же выдела вот такой подарок Орео. Печенье. Здесь несколько вариантов вкусов. Вкус веселья, оригинальный вкус. Ну, в общем, 4 вкуса. Еще одна круглая банка. Это уже подойдет подарок для девочек. Предполагаю, что это какой-то, наверное, популярный мультфильм. В составе, помимо сладкого набора, есть пазл и кондитерские изделия, ведущие Фабрик России. Красный Октябрь, также Ротфронт. Мне очень понравился этот вариант. Такой яркий и еще не примелькавшийся, я бы так сказала. Чемоданчик. Здесь Барби. Также сладкий набор. И игра. Сейчас покажу вам информацию. Кондитерские изделия. Вес 400 грамм. В ассортименте есть неплохие конфеты. Я смотрю, там красная шапочка. Барби Мемо. Настольная игра с карточками. Ну, а мы с вами переносимся в магазин Лента. Очень мне понравился этот подарок своим с таким уютным новогодним рисунком. Здесь также все те же популярные производители. Бабаевская, объединенные кондитеры. Показываю вам ассортимент. И здесь же в ленте я увидела подарок, который ранее мы видели с вами в магазине Магнит. Кормушку. Здесь он стоит 410 рублей. А в магазине Магнит 399. Ну, в общем, плюс-минус стоимость одна и та же получается. Вот такой подарок. Внутри у него есть подвес для украшения елки. Ну, я думаю, что это, скорее всего, какие-то картонные конфеты. Необходимо будет вырезать. Стоимость 339 рублей. Производитель популярный. Вот такой вариант за 215 рублей. Фабрика. Акон. Боксары. К сожалению, я не знаю эту фабрику. Хотя, насколько я поняла, судя по надписям, она уже достаточно давно существует. Напишите, знакомы вы с ней или нет. Еще одна звездочка. Это уже Аленка. Стоимость 277 рублей. Подарок на елку Маскарад. Показываю вам состав данного подарка. Двигаемся дальше. Вот такой увесистый подарок. Я бы сказала, 319 рублей. Сейчас посмотрим, что у него внутри. Какие конфеты. Есть следующий подарок. Стоимость 140 рублей. Красный октябрь. С Новым годом. Красивая подарочная упаковка. И здесь также предлагается какая-то занимательная игра. И вот такой ассортимент. С Новым годом. Аконт. Опять эта фабрика. Улыбка зимой называется. Названия-то какие. И посмотрите, какой красивый подарок я нашла. Письмо Деду Морозу. Чемоданчик. Особенно мне понравился. И здесь внутри сладости. Поздравления от Деда Мороза. Ёлка. И показываю вам состав. Стоимость 309 рублей. Есть также ланчбоксы от парни. Вот такие небольшие. Есть коробки побольше. И круглые баночки. Стоимость 279 рублей. И особенно мне понравились подарки машинки. Мало того, что они так красиво оформлены. Это еще музыкальная шкатулка оказалась. Производство Польша. И это пряники глазированные в молочном шоколаде с абрикосовой начинкой. В общем, вот такой интересный вариант есть в магазине Лента. Кукольный театр. Опять-таки для творческих родителей. Персонажи здесь внутри расположены. Их, вероятно, нужно вырезать. Персонажи из популярных мультфильмов. Узнаю их еще из своего детства. Так, что же в составе? Я не перечисляю сам состав, потому что он может быть очень-очень длинным. Поэтому, если кому-то будет интересно, можно будет поставить на паузу и посмотреть. Стоимость подарков. Следующий подарок. Это вот такая коробка. Любимые с детства конфеты. Стоимость 617 рублей. Здесь 701 грамм. Странная граммовка. И что-то подобное я брала в прошлом году. Только в жестяной такой банке. Также конфеты назывались любимые с детства. Эта коробка выпала на форме Кремля. Любимые с детства башни. Да, кремлевские башни. Помимо сладких наборов в магазине, также, конечно, появились разные подарочные наборы с чаем, кофе и так далее. Если что-то вам интересно, особенно конкретное, вы бы хотели посмотреть, обязательно напишите мне. Я буду рада, если вы мне предложите какую-то тему для нового видео. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Рада, что вы заглянули на мой канал. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. И увидимся в новых видео. Пока-пока.